по фильму как вам в целом насколько сколько раз сплакнули если был такой за два часа мне не сплакнул впечатление конечно такие достаточно серьезные потому что ну я впечатлён доставить всеми фильмом это по-другому я поймался на мысли когда его смотрел что у меня по-другому открывает собственно сам футбол и то как выглядит труд футболиста тоже по-другому смотришь общаясь футболистами каждый день все равно не погружаюсь в те мысли все равно до конца не понимаешь что чувствует футболист как он это переживает вот ну честно все открылось для меня немножко в другом свете перекидывая мости к сегодняшнему спартаку вот сегодняшний спартак многие очень сравнивают с тем самым 96 годом вы какие-то параллели будут погружены в нынешнюю команду вот посмотрев такой подробный сочный фильм один шестом году какие параллели для себя открыли сделали ну что-то наверное похоже но я боюсь сглазить потому что на самом деле чемпионат тяжелый ребятам действительно тяжело у нас действительно много молодых игроков у нас молодой тренер вот и ту атмосферу которую мы там видим и чувствуем каждый день вот является не киналом потому что видел сегодня в кино но приведет ли это конечному результат это зависит только от ребят если подводить итоги такие первые части сезона как в спартаке оценивают эти первые ну полгода скажем до работа об аскалия с команды но мы очень довольны результатами команды желатами работы тренерского штаба то как работает тренер это видно каждый день вот начинает рано заканчивать поздно очень с большой ответственностью относится непосредственно к работе подготовка тренировочного процесса к разбору предстоящего соперника с работа выстроена достаточно высоком уровне и его тренерским штабом вот более того не остается незамеченными работа стаффа который окружает команду то есть я иногда даже поражаюсь как тренер замечаете или иные мелочи которые там возникают во взаимоотношениях какой-нибудь пример можно чтобы было понятно о чем то что можно рассказать любые эмоции да все что может негатив направлять на команду тренер все это замечает я конечно раскрывать иметь внутри коллектива то что не старается всегда внутри коллектива лишь люди они что-то иногда нравится что-то не нравится тут у вас в какой-то недовольство кто-то работает убирает там раздевалки так далее кто-то сидит навозится в телефоне даже на такие мелочи обращаем внимание потому что все должны быть один за всех и все за одного все должны быть другу помогать и неважно кто-то врач там администратор раз это шили кто-то еще если в раздевалке то работаешь можно сказать что важно что баска с обоскали вот спартак прям вот попал в точку потому что ну мне тут ребята кстати алексей золин кстати у нас было голосование спорт экспрессе перед началом зона кого из тренеров всего чемпионата увольт первого ну я в том числе среди там 7 своих коллег по он назвал обоскали в красный был после ухода луки катани я думаю что он последует за ним в итоге обоскаль сейчас открытие в первой части но это везение это что не знаю не буду давать этому оценку я рад взаимодействию с тренером вот да до этого были какие-то сложные периоды то есть я в ранге генерального уже поработал из тудеско и сруи виталия и снова ваннули вот сейчас с гильерами обоскалим вот у каждого свое но и каждый что-то свое привнес вот но я живу сегодняшним днем надеюсь на завтрашний поэтому сегодня то что я переживаю меня конечно очень рад а завтрашнего дня мы готовимся матчи осталось два матча сезоне насколько это будет важным из точки зрения результата матчами или нам ждать ну такой более расслабленный может быть перехода в отпуск скажем так в кубке не не думаю я все равно мне кажется как раз вот та атмосфера которая в команде работа тренера она не позволяет игрокам расслабиться мне кажется они расслабиться тогда когда они идут в отпуск и закончат последнюю игру вот я надеюсь на свой команды в каждой игре потому что но если мы один раз расслабимся или придадим второй раз может нам не предоставиться возможность поэтому я думаю нужно как вот в групповом этаке ли чемпионов мы сегодня в кино в кино увидели до 6 побед и 6 и вот к этому всегда нужно стремиться повторить бы повторить бы ну конечно я еще могу не спросить с нового года в открытии арене должен заработать фанайди да так планируется по крайней мере насколько готов к этому спартак вот на сегодняшний день сколько еще мероприятий следует произвести и как сильно вы ожидаете что упадет посещаемость если вы ожидаете ну по готовности мы пока находимся в графике по тем планам которые мы для себя наметили примерно в одинаковых в одинаковой ситуации по внедрению фанайди и по степени готовность находятся все остальные стадионы второй очереди больше или меньше степени на московский стадион вот в принципе так или иначе все наверное в один период мы сможем завести закон завершить подготовку всю работу и пройти аттестацию по найди но по счастью обязаны быть готовы феврале уже стопроцентно по пощаемости я уверен что она упадет если мы сейчас без по найди у нас порядка 10 12-15 тысяч но я думаю что как минимум раза в три она должна упасть значит это что вы не будете вот эти вот системы кану контроль доступа устанавливать которых не хватает будем и мы будем стремиться при них она будет я думаю что дальше будет просто сложная работа по возвращение болельщиков последний вопрос не могу не спросить сейчас все уже немножечко перекидывают мостик следующий год календарный и мистер эшворд не общается с нами ничего не рассказывает что вы можете рассказать о трансферных приоритетах в числа последний новый что якобы трансферный бюджет будет увеличен сумма нигде не называется но действительно ли это так и как плотно с обоскалем вы проработаете эти вопросы но главный тренер здесь в любом случае ключевое да то есть согласие на приобретение того или иного игрока дает он и без его согласия в принципе игрок куплен быть не может кому-то вот пол и работ спортивного блока как раз заключается в том чтобы подготовить у вас сделать подбор игроков может быть перспективе все будет выбор провести переговоры вот тренер и и отработать кандидатов на те позиции которые опять же определяет главный тренер должен доказать да почему те или иные позиции обосновать да те или иные позиции требует усиления вот это будет скажем так окончательно уже по окончании сезона потому что будет проведена оценка вот представлено трансферный комитет учреждения директоров вместе с спортивным директором обозначены позиции они в принципе для нас более менее понятно поэтому как бы эта работа ведется справедливо не буду спрашивать последний сам вопрос не буду не буду спрашивать ну какие позиции хотя бы сколько вот мы ждем сейчас возвращение мартинса бальде и моза это уже плюс 3 и сколько еще вот на трансфер как раз то что пока немножко заставляет нас более тщательно подходить тренер очень ждет и 1 2 3 вот это существенно может поменять расстановку расклад сил вот ну давайте оставим это работа главному тренеру и спортивным директором я со своей стороны никогда не задавайте вопрос не буду комментировать не бюджет вот не количество позиций не кандидатов это работа должна пройти я думаю в тишине главное чтобы был конечно положительный результат который устроит прежде всего команды 3 и и и и и